Раннее утро, а в подмосковной Рузе уже все готово к старту вторых дистанционных конных забегов, название которому «Русский рейд». Всадники уже готовят своих любимцев к двум дистанциям – 40 и 80 километров. Весной в забеге участвовало 17 лошадей, сейчас количество участников увеличилось до 23. Это говорит о том, что рейтинг и популярность соревнований растет. Растет и уровень. Пребывание участников и зрителей на соревнованиях стало более комфортным. Это первые гонки. Здесь все решает не скорость и тактическая борьба на самой трассе протяженностью 40 километров. Победа готовится задолго до старта при подготовке самой лошади, ее кормежке и уходу за ней. Проверка уровня здоровья лошади по многим параметрам происходит. И в двух словах этого не расскажешь, но поверьте, это серьезное дело. Сейчас ведут, кстати, лошадку. Может быть, вы и посмотрите, как это все будет происходить. Сейчас проверка лошади на свободу движения и отсутствие хромоты. Вот эта лошадь не хромает. И поэтому показатели она может быть допущена. Лошадь, пришедшая на финиш первый, но не прошедшая медкомиссию по состоянию здоровья, автоматически дисквалифицируется и победа присуждается пусть более медленному, но менее загнанному скакуну. Все это делается ради того, чтобы стремление к победе не подталкивало честолюбивых участников к насилию над лошадью. Эти соревнования – это соревнования пары. Всадник – лошадь. Если лошадь не в надлежащем состоянии, всадник должен это чувствовать. Глядя на спортсменов, сдувающих пылинки со своих скакунов, невольно задаешься вопросом, кто же больше волнуется – лошадь или всадник? Лошадь волнуется, всадник – нет. Садник должен быть спокойен, чтобы полностью контролировать лошадь. Да, конечно, чуть-чуть волнует за нее. За себя не волнуешься, за нее волнуешься? Да, за нее волнуешься, за себя не волнуешься. Пройти 40 километров, держать дыхание своего скакуна ровным и не забывая при этом про скорость, непросто. Через каждый шаг лошади всадник должен приподниматься на стременах, поддерживая темп скачки. Одна маленькая погрешность и темп безвозвратно утерян, наверстать его уже невозможно. Соревнования такого типа, вообще родоначальник дистанционных фонов пробегов – это Россия. Первый регламент приняли русские офицеры в 800, не помню, годов по дистанционным фонным пробегам. В настоящий момент инициативу по пробегам, конечно, перехватили европейские страны. Вот во Франции, допустим, соревнования уже до 300 в год. По рейтингу эти соревнования выходят на первое место. Почему? Потому что это как самый демократический вид спорта. Купил человек себе лошадь, может спокойно готовить, ну, по соответствии с программам и выступать. Как и в любом соревновании, существует главный приз победителю. Однако организаторы нам секрет ценности этого приза так и не открыли. Главный приз для участников соревнований, вообще если серьезно, это чтобы лошадь прошла дистанцию. Всадник пара, всадник лошадь – это главный приз. Участие в забеге ценится не ниже, чем победа. Проект «Русский рейд» проводит несколько крупных соревнований в год. А в 2010 году должен состояться первый кубок России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова